ребятушки мои привет ну вот я пока еще живая да как я выжила после вчерашнего вчера мы поставили рекорд почти 15000 шагов он сказал у меня было то есть у него было 14 у меня я еще там на кладбище ползала вот поэтому я не знаю говорю что сегодня меня я вообще очень вас благодарю что вы меня спрашиваете как я что я живая ли я ну вот смотрите на меня я немножко конечно такая такая зайти покупок пока цена и пока цена и вот курочка но держусь я вообще удивляюсь что у меня тут не забросали камнями после моих заявлений там да это очень удивительно мне это нравится конечно вот но я говорю что видите так как я почему я считаю что можно так нагло всякие такие заявления потому что я и даю я работаю то есть даже я при всем с том что я не люблю себя хвалить в плане того что ну если бы вы знали я все время себя все время говорю марку вы бы пасут если бы он говорил по русскому вам сказал что я все время говорю что я что-то не то сняла я неправильно держала камеру я все время себя ругаю ребятушки правда я все время собой недовольна потом смотрю иногда бывает что я не могу просто какая дура какая это каждый раз я иду думаю сейчас я буду вот держать камеру не водите а потом получается ну потому что мне такие открытия там получаются что меня же все 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 импровизации провязаться абсолютное вот ну такой вот так и так так мы будем работать ребятушки со мной со мной будем вот так вот я единственное место там загадываю сама сама сам стиль работы вот такой понимаете он все импровизированы идешь туда куда не знаешь и и и смотришь почему я говорю что это все можно найти не только не только вот там в италии а это везде везде вот было бы желание понимаете ладно короче в общем я более-менее не знаю как все прислушиваюсь но ноги я не знаю удивляюсь ребятушки думал что если не вообще не стану мышцы будут там болеть просто нет нормально ноги нормально понимаете даже ноги хотят куда-то уже идти это уже называется произошла тренировка понимаете адаптация так как тренировки вот но так как у меня еще много видео понимаете я еще заливаю я процессе ребятушки еще полдня буду заливать видео так бы я бы уже сегодня уже куда-нибудь почапала бы потому что хороший день такой знаете я думаю что будет конечно все же ждут там плохой погоды там ливень ливень ну ну вчера не было сегодня вообще его ее удивительная погода я бы поехала куда-нибудь но как я могу ехать куда-нибудь у меня еще куча видео не залитых со вчерашнего дня они все они одно лучше другого понимаете плане информативности вот поэтому ладно сегодня будем заливать как бы я уж тебя остановлю себя да и буду готовить вам новый сюрприз короче вот поэтому хотела вам сказать что со мной все нормально как бы то есть я говорю что не так уж прямо вот и опять не спала блин слушайте я посмотрела этих дурацкий домохозяек вот о чем я хотел поговорить я вам сказал про парковки мы поговорим и я потом ничего не сказала что вот это конкретно реальная такая знаете проблема где положить машину да где ее ставить а почему потому что это опять же подтверждение нашей теории да что мы пользуемся тем что вот как нам дали понимаете не предполагалось с другой стороны что будут много людей ездить на машинах как бы вот ну а может быть даже если предполагалось то мы не можем не изменить вот то что нам дано понимаете это подтверждает то что вот и как строили наши строят до строят то что можно сделать как бы нашими силами понимаете я не знаю понимаете вы или меня мы мы хоть мысли нет вот пользуемся тем что есть другого мы не можем понимаете построить просто мы не можем по-другому мы не можем расширить пространство то что нам дана там дорога да ведь и часто я вам говорю что едешь в опасных местах вот виджево на то же самое и даже нету такой вот вот кромки да где можно поставить машину понимаете остановиться на пять минут там на протяжении пяти шести километров это много ребятушки ты едешь и по узкой дороге абсолютно если у тебя вдруг сломается машина это конечно будет вселенский затор потому что если с другой с одной стороны с другой стороны сразу начнутся сразу машины станут вот но если только потихонечку друг друга будет пропускать как бы вот поэтому понимаете вот это вот нехватка парковки вот как мы вчера там час ходи ездили вообще час мы потеряли на то чтобы где-то проткнуть машину ну потому что я вам говорю что он не может тут рисковать мать он же правильный итальянец вот опять же их запрограммированность на вот как сказать на эту правильность как бы с одной стороны конечно тугодумствует от правильность она и мешает очень жить а другой стороны у меня вчера был такой момент что я на усталости да я стала там и он берет же с собой рюкзак и я свои сумки там в его рюкзак положу вещи я перед тем как уже домой поехать чтобы не забыть потом да я все перекладываю так все это медленно делаю по сторонам смотрю такая ну торможу короче и вдруг вижу сзади меня стоит машина с итальянцами они питали они хотят и хотели пропарковаться и ждут когда я вот соблаговолю все закончить и мне так стало смешно и не ну стыдно как бы то есть они понимаете не бибикали мне не вот терпеливо ждали понимаете вот если бы это были не поле танцы ну все 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 южный там меня уже там давай там орали бы да подавая дура отсюда ноги делай а вот северный видите они страдали да но не ждали когда я все это сделаю понимаете терпеливо то есть вот в этом вот в этом итальянцы северной особенно то есть классно классно вот я теперь же 100 то фонда да вам буду делать вот видите вот но сейчас подумаешь если я второй телефон куплю потому что второго телефона тоже не нужно там совмещать как бы то есть я там на немножко давно выхожу на на другой уровень съемок короче дебиля внешне хватает еще по горам скакать понимаете мне надо еще какие-то там ну вот такой человек нравится мне я не могу на месте стоять и вот представьте не могу даже все время есть горы представьте вот хотя информации которые вчера у нас до ребятушки просто то есть вообще как я вообще могу будет уже три дня такого зашквара вообще в информации что просто ну да духу духу дайду духу духу даешься конечно вот и что нас еще ждет да что еще нас ждет впереди вот поэтому я хочу со вторым телефоном там совмещать всякие там делать штучки-дрючки пока я еще ребятушки не готова делать всякие монтажи всякие эти во первых нет компьютера такого что на которой я могу вот так вот выбрать я банально сутки только заливаю видео представьте если я начну все это обрабатывать я только раз в неделю а у меня просто очень много понимать им очень многое меня что-то толкает да и дизайн как бы куда-то тороплюсь куда-то тороплюсь как я сегодня уже кирушки сказала ты знаешь говорю я не могу я чувствую что мне надо идти мне надо снимать потому что я чувствую что осталось мало времени время сжимается не только не имя того что меня до самой но я так думаю что вообще времени мало осталось это не такое понимаете не воспринимайте это катастрофические ребятушки вы же видите мы все прекрасно мы бы мы вот живем вот прекрасно каждый день понимаете и продолжаем жить пока пока этой игры что когда с нами что-то произойдет мы не будем вы не бойтесь понимаете все боятся смерти почему потому что все боятся страдания все боятся ну как бы я например очень сильно боюсь упасть самолета я очень сильно боюсь самолета я представляю как я буду страдать летать да вот понимаете вот каждый раз я вот у меня есть я говорю знакомый который был в коме до который бы у него было лобовое столкновение вот он сказал что он ничего не помнит не помнит никакой боли его просто столкновение ничего у него сразу бум и все поэтому я надеюсь что отташ этот переход куда-то будет вот такие много группу мы тебя не больно убьем да но как-то не знаю что то все происходит со временем ребятушки вот я вчера помните я показала м чипок я очень долго о них думаю я очень обожаю животных и так жалко когда у нас просто у меня гнездо здесь у мою на моем доме и вот в том году вот два раза птенец падал понимаете гнезда вот два раза птенец вниз западал и как бы но это было ужасно понимаете они даже надо брать спрятствия выкидывают их понимаете сами и вот вчера я посмотрела вот на это ужасно экстремальное гнездо с этими чипками которые орали до мамочка там дай мне это вот я боже я так желала ему чтобы они ну все дожили до состояния когда они смогут уже вылететь и и не упадут они разобьются хотя вот у них экстремальные условия ребятушки я поняла что мы это также мы также мы живем вот на каком-то вот у нас гнездо это вот мы земля да вот мы вот такой вот вот живем вот так вот как тоже в нигде а там огромнейшая что-то в никуда пропасть понимаете вот то есть мне показали вчера как мы живем на каком мы живем но каком-то вообще каких-то экстремальных условиях но мы просто мы тоже этого не видим как и не видит этого птенцы понимаете вот поэтому как бы но ведь в чип когда с другой стороны которая уже умеет летать мама вот она летает там да она ведь знает да что как бы там есть губита то есть мы может быть превратимся в этих птиц не знаю но мы сейчас мы птенцы и мы живем над этой ужасной пропастью а возможно возможно что можем и превратиться вот в этой чипку эту которая сможет не не падать потому что она живота вот это вот вот ласочка эта маленькая да вот это она же не падает правильно то есть она летает туда вот где вот я вам стены показывала там берет там им букашек и несет червячков там и несет я там огромная пропасть 50-60 метров но она же не падает понимаете она над ней парит в этом есть какой-то интересный моментик да я просто представила что мы-то как раз вот и вот эти птенчики вот эти и мы живем вот этому своем гнездышке мы не видим какое огромное что-то там это не та пропасть которую я вчера видела да вот это что-то все вот каждый момент когда мы ходим магазин там это под нами ужасно огромная какая-то пропасть которая которая может начать вот скоро менять свои положения и нам будет не очень то ну как и не то что комфортно понимаете нас просто не кажется такое игру что все как-то произойдет быстро вот ребятушки так что послушайте со мной вроде все нормально ну вот смотрите на меня я это б вроде уже ожоги прекратили я уже даже трогать могу я еще пока вот в этой кофте но вот здесь еще жжет а так ну вроде все нормально все как бы пока живу короче поэтому но сейчас вот видите вот что-то с голосом я сейчас пока еще заливаю ребятушки видео еще четыре видео не знаю примерно я не помню посмотреть вот я вас очень благодарю за то что вы мне так все пишите значит да кстати все есть леса есть грибы есть я там все отвечаю как бы но пока я это видео залью я сразу просто отвечу вот высоты я ужасно ребята боюсь я просто в сегодня даже думать бою я даже смотреть боюсь видео как я там ходила вот вот так это да вот бывает такое я ужасно боюсь высоты я боюсь даже смотреть видео а вчера не знаю вот я не понимаю как получилось так что мне так было интересно эту работу хорошую сделать понимаете вот поэтому в общем сегодня наверное я все-таки до залью да то что я доработала потому что надо чтобы еще посмотрели это а завтра 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 продолжаем раз что-то меня прет пруха такая идет снимать и работать как бешеная то я завтра без марку слава богу но знаете мне это уже немножко устало от него просто сейчас я немножко без него старт нибудь обойдусь поеду в одно место без него ребятушки вот и вы поймете что я гораздо даже лучше материал сниму и спокойнее буду и не буду отвлекаться вот короче желаю вам хорошего дня смотрите мои видео я еще заряжаю заливаю заливаю и заливаю и заливаю день не кончается может что-нибудь куда-нибудь я еще выпал сегодня вот поэтому я с вами не прощаюсь я просто говорю вам до свидания ребятушки пока пока а целую вас всех целую чмоки 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 я вас очень обожаю все целую вот прямо вот как моих собачек пока пока